Всем привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер. Включая я недавно свой телефончик и обнаруживаю, что прилетело обновление. Прямо голобалочка, прям на телефон, прям по воздуху, без заморочек, без костылей, без какой-то кастомизации левой и так далее. Обновление не маленькое, около 2 гигабайт. Загрузил его без всяких заморочек, установил. Нет никаких лагов, подтормаживаний на данный момент. Есть, конечно, небольшие совсем клюки и косички, но я думаю, все это пофиксит уже очень скоро. А сама оболочка получилась, ну, просто очень зачетная. Я прям доволен со всех сторон. Мне кажется, будет еще более интересное обновление. Давайте начинать. Топ фишек MIUI 11. Первое, что хотелось отметить, была информация, будет обновление на базе Android 10. Нет, друзья, никакого обновления на базе Android 10, Android 9 без каких-либо проблем. Итак, по поводу фишек MIUI 11. Первое, что нас встречает, и это, можно сказать, такая первая фишка, улучшенный дизайн, улучшенные иконки, оптимизация и все такое. То есть, все в плане дизайна. Первое, что бросается в глаза, переработанные иконки. И на них даже слегка обновилась графика. Настройки, галерея, камера, телефонные звонки, смс-ки, музыка и так далее. Но не все иконки так работают. Но это, друзья, все мелочи. Далее мы переходим к комплективному дизайну. И первое, что нас встречает в настройках, это обновленные иконки. Иконки очень хорошо отработаны. Современный дизайн. Никакого намека на старые изображения или еще что-то. Допустим, у EMUI мне не очень нравится стиль. Стиль где-то пятилетней давности. У компании Xiaomi здесь нет и намека на это. Ультра-современный, отличный, хороший, продуманный дизайн. Все иконки интуитивно очень понятны. Здесь мы видим цифровое благополучие, питание, производительность и так далее. Если говорить сразу о питании, были утечки, что есть ультра-сберегающий режим. Здесь, друзья, этого режима нет. Либо его включили в обычный режим экономия энергии, либо с будущими обновлениями этот режим прилетит. Ждем, не знаю, пока его нет. Темная тема, друзья, видите, у меня стоит. Без проблем. Она у меня стояла изначально. И даже на IPS-матрицах сейчас есть темная тема. В общем, большая радость для любителей. Но преимущество AMOLED-экрана еще и в том, что он будет экономить вам батареи, друзья. Так что здесь одни только плюсы. Это была только первая фишка. Вторая фишка – это активный экран. Обратите внимание, он выделен в отдельный сектор в настройках. Мы переходим в него. Вы можете его либо активировать, либо дезактивить. Так вот, здесь есть много фишек. Мы их распределим по значениям. Первое – это стиль. Мы переходим в стиль. Компания Xiaomi постаралась и сразу же в прошивку установила следующую надпись. Подпишись на канал AdScribe. Отличная, отличная новость. Смотрите, мы блокируем. И всплывает надпись прямо на телефоне «Подпишись на канал AdScribe». Круто, молодцы. Компания Xiaomi работает над прошивкой и это очень здорово. Здесь есть несколько категорий. Калейдоскоп, аналоговые, цифровые, подпись и выберите фон. Калейдоскопов на выбор достаточно много и они меняются по-разному. В зависимости от настроения, друзья, наверное, самого телефона. Но это приятно, что картинка всегда обновляется. Она новая, интересная. Ну, прикольно. Внутри две поднастройки, показывать состояние батареи и показывать уведомления. Смотрится интересно, бодро, красиво, друзья. Следующие это аналоговые. То есть здесь есть часы. Можете выбрать стандартные себе часы. Можно с различными плюшками. Здесь все те же самые настройки. Выглядит тоже очень классно. Если вам нужны отличные часы, то есть такие аналоговые, типа, то без проблем. Компания MIUI вам это предоставляет. Далее цифровые часы. Здесь уже более знакомая ситуация. Это было в прошлых прошивках. Не буду заострять на этом особого внимания. Следующий момент это подпись. Но перед подписью скажу, что есть возможность выбора фона различным образом. Допустим, выбрали такой. Можно по цветам фон настроить любым образом. Это тоже кастомизация. Очень-очень приятная. Здорово. Так вот, подпись, друзья, это одно из самых интересных. Здесь, допустим, вы можете написать все, что угодно. И это высветится на вашем телефоне. Вы поняли, да? Теперь намек, почему у меня написано здесь. Здесь подпишись на канал AdScriber. То есть, компания Xiaomi предоставила такую прошивочку, чтобы я мог немножечко подписчиков себе накатить. И это отличная возможность кастомизации вашего телефона. То есть, вы можете писать все, что угодно. Это будет высвечиваться на вашем экране. Классно, отлично. То есть, многие любят кастомизировать свой телефон. А тут есть вот такая фишка. Очень удобная. На Овисон дисплее держится надпись. Красиво, удобно. Что хочешь, друг, пиши. Кириллица, латиница, проблем нет. Все читает и все читает отлично. Но есть одна проблемка. Здесь я ее обнаружил. Ты не можешь набрать нормальные слова или же выражения. Решается это очень просто. Пишешь в заметках свое предложение. Сюда просто копируешь, вставляешь. И проблем никаких нет. Мы уже много говорим об активном экране. Так вот, здесь фишки еще не заканчивают. Далее, еще более интересная фишка. Уведомления при выключенном экране. То есть, если вам приходит смс-ка, у вас будет следующее действие на экране. Мне кажется, это одно из самых интересных нововведений в MIUI 11. Смотрите, выглядит ну просто потрясающе. Вам приходит смс-ка, и вы видите вот такой голубой цвет. Либо пульсирующий красный, либо вот такие звездочки на выбор. Пока немного. Время пройдет. Друзья, я вам обещаю, компания Xiaomi точно сделает еще различные другие обои на катетах. И будет еще более интересно. Так вот, пока что, друзья, я не встречал такого в других телефонах. Это решает несколько проблем. То есть, вы можете видеть, что вам пришло то или иное сообщение. И вы видите это прямо на экране. Намеком на то, что вот, типа, давай уже прочитай эту смс-ку. Очень крутое. Очень интересное нововведение. Выглядит очень стильно. Прям красивенько. Прям бодро-бодро. Ни у каких компаний таких фишек еще нет. Друзья, если есть, то пишите. Вот MIUI 11 просто прет. Это меня просто разрывает. Очень красиво и стильно. То, что и нужно для оболочки крутой компании. Следующая фишка. Это четвертая. Это карусель обоев. Вы просто ее активируете. Здесь вы можете выбрать категории этих каруселей. Различные, разнообразные. То, что вам нравится. Если хотите, космос. Подписан на космос. Часики, часики. Мировой мир. Все, все здесь есть, друзья. Подписались и так далее. Как это работает? Вы блокируете телефон. Когда вы пытаетесь нажать на кнопку разблокировки. Вы увидите один экран. Далее вы видите следующий экран. Блокируете следующий экран. И так далее. И так до бесконечности. У вас появляются новые интересные изображения на телефоне. Красиво выглядит. Стильно. Можно казарнуть перед друзьями. Очень даже не дурно. Пятая фишка, друзья. Это работа Antutu. Улучшилась ли она? К сожалению, никак не улучшилась. Все те же 250 тысяч баллов набирает этот телефон. Как на старой прошивке, так и на новой прошивке. Возможно, с обновлениями здесь ситуация поправится. Но пока здесь все по стандарту, друзья. Поэтому пятая фишка вот такая. Ни о чем. Переходим в настройки. И следующее, что нас ждет. Это подключение и общий доступ. Здесь тоже очень интересный момент. Так вот, первое, что нас ждет. Это Mi Share. По сути, это повторение AirDrop. Тем, кто не в курсе, AirDrop работает на iPhone, также на iPad. Планшетами я пользуюсь от компании Apple. Потому что других отличных, хороших планшетов на данный момент просто не существует. Так вот, эта фишка. AirDrop решает очень много проблем. Нужно передать тебе файл, какие-то фотки. Нажимаешь AirDrop. Ближайший к тебе участник стоит рядом. Ты просто выбираешь, нажимаешь. И фотки улетают моментально к нему. Очень быстро, очень удобно. Почему другие компании до этого еще не догадались, непонятно. Xiaomi очень правильно сделала. Просто скопировала эту фишку. Назвала ее Mi Share и все дела. Вот эту фишку поддержат несколько китайских компаний. Xiaomi, Vivo, Realme, Opa. О чем здесь написано. Китайские корпорации сговорились для того, чтобы вы могли спокойно передавать фотки там, файлы и так далее по Mi Share. Это очень удобно. Возможно, в других телефонах она будет называться по-другому. Но суть работы остается одной и той же. Это очень классно. Это крутое нововведение, которое решит много проблем. Не нужно подключаться по Bluetooth, что-то коннектить друг к другу, как-то стараться передавать через какие-то костыли и так далее. Седьмая фишка это трансляция. Трансляция экрана на монитор телевизора. Если у вас есть телевизор, вы включаете трансляцию. Нужно найти нужный телевизор в настройках. На нем должен быть включен Wi-Fi. Вы коннектитесь и все, что на вашем телефоне, без проблем переходит на телевизор. Вы можете стримить там, что-то делать, друзья и так далее. Смотреть, играть в игры. Функция интересная, полезная для тех, кто делает презентации. То есть вы можете с телефоном прийти, законнектиться с телевизором, спроецировать все на телевизор, сделать отличную презентацию и все ок. Восьмая фишка это печать. То есть вы можете подключиться к принтеру по беспроводной связи и распечатать нужные вам документы, фотки и так далее. Следующая фишка, девятая. Тут очень много. В целом назовем ее звуки и в том числе звуки различной природы и так далее. Как раньше, вы можете выбирать любую мелодию на ваш звонок, но стандартные мелодии обозначены вот такой графикой. Если вы переходите во все мелодии, то здесь все мелодии уже обозначены просто надписью. А здесь, друзья, ну такие иконки. Если вы выберете будильник, то здесь есть новые фишки. Это звуки природы, утренняя роса, светлячки, грезы и так далее. То есть звучит действительно очень красиво и интересно. Если вы хотите пробуждаться под приятные звуки природы, то это, конечно, лучше, чем вам долбит в ухо просто какой-то будильник. И мне нравится, что все это сопровождается определенными иконками. То есть ты, в принципе, понимаешь, какого настроения будет музыка. Либо это будут звуки природы, либо космос, либо гитара, либо что-то такое. Далее продолжать можно очень много. Здесь есть цифровое благополучие, особые возможности, питание, приложение, пароль безопасности и еще много чего другого, друзья. Но я рассказал вам о самых основных фишках MIUI 11. Это действительно классное, отличное обновление. Если честно, компания iOS всегда старается делать свою оболочку очень интересной и навороченной. MIUI, так скажем, очень-очень даже сильно к ней потянулась. Она дает возможность кастомизации. Но плюс к этому оболочка очень не стыдная, веселая, интересная. И прям от телефон живет новой жизнью. MIUI 11 просто крутая голобалочка. Музыка. 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 Музыка.